Добрый день, коллеги. Меня зовут Игната Екатерина. Я руководитель группы по работе с рекламными агентствами в Яндексе. И, собственно говоря, в данный момент я нахожусь в ситуации острой конкуренции, острой конкуренции с обедом. Говорят, сложнее всего выступать тем, кто в конце дня, а те, кто выступает перед обедом. Возможно, нам чуть-чуть придется задержаться. Ой, я вижу ужас в ваших глазах, я постараюсь уложиться в 20 минут. При этом, как рассказывал Сергей, постараюсь вас вовлечь в этот процесс. Мой доклад состоит из двух частей. Первая часть более короткая про аналитику и про прогнозы на 2015 год. И вторая часть про работу с ожиданиями клиентов. В целом сегодня мне бы хотелось вам рассказать о тех возможностях, которые у вас есть, и о тех возможностях и инструментах, которые вам стоит использовать в это время в работе с клиентами в изменившейся ситуации на рынке. Итак, аналитика. Да, дальше будут графики, но их будет не очень много. И я постараюсь, чтобы они все прошли для вас интересно и весело. Собственно говоря, перед тем, как мы посмотрим на эти графики более подробно, два слова про методику. Мы смотрели на показатели, на три показателя, анализируя данные. Это рекламный трафик, то есть клики. Это цена клика. И это конкуренция. Конкуренция – это количество рекламодателей. Все данные на основании директа, на основании статистики директа. Ну и, собственно говоря, на директ авто. И первый вопрос к вам, чтобы проверить, насколько данные, собственно говоря, насколько мы, репрезентативная аудитория, и данные реально корректны. Кто из вас или, может быть, ваших знакомых в конце прошлого года думал или осуществил покупку автомобиля? Руки есть. Да, мы не настолько репрезентативная аудитория. Думал или осуществил, потому что в нашем графике и то, и то актуально. Сентябрь. Ну, в принципе, окей. Да, сентябрь тоже подойдет. Собственно говоря, спасибо вам большое. Мы действительно практически репрезентативны с вами. Вообще индустрия авто у нее был не самый простой год. И был достаточно большой спад интереса. Но в конце года, как вы видите, пошел совершенно резкий скачок пользовательского интереса при неизменном количестве рекламодателей, потому что, ну, понятное дело, не так много автосалонов открывается ежемесячно. Тем не менее, продажи авто пошли вверх. Это связано и с паникой из-за роста цен, с перспективой роста цен в 2015 году, и скачками, естественно, курсов валют. Ну, в общем-то, график такой. Кто-то покупал авто, кто-то покупал недвижимость. И здесь, тем не менее, конечно, не настолько явно, но тоже есть всплеск в конце года. Что здесь интересно, в интернет пришло достаточно много рекламодателей в области, в категории недвижимость, которых раньше не было. То есть реально выросли спрос и предложения, и графики это тоже отражают. Но вот туризм лихорадило. На самом деле туризм лихорадило не только в 2014 году, но еще и в 2013. И в целом индустрия не очень себя чувствует хорошо. Закрываются туроператоры, закрываются авиаперевозчики, курсы валют скачут туда-сюда. В конце года кто-то смог неплохо заработать, сдав свои путевки новогодние, которые были куплены до роста валют. И действительно это так. Но в конце года был рост. Как вы думаете, за счет чего? Акции туристических компаний вы имеете в виду? Да, возможно. В том числе за счет роста внутреннего туризма. То есть внутренний турист, туризм по предварительным данным в 2014 году вырос примерно на 30-40%. То есть это действительно колоссальный рост для этой индустрии за один непростой год. Индустрия финансов, она тоже очень нестабильна была. Мы сюда относим банки и страховые компании. Вообще чем интересна вот эта область? Эта область интересна тем, что рекламодатели, особенно из банковской индустрии, очень внимательно следят за всеми изменениями на рынке рекламных технологий. И они стараются по максимуму использовать все новое, что приходит. Появлялись новые продукты, и с новыми продуктами рекламодатели выходили на рынок, рекламировали рефинансирование, рекламировали вклады и так далее. И, собственно говоря, под конец года вот этот вот рост, он в том числе обусловлен ростом на предыдущих графиках, авто, недвижимость, кто-то имеющуюся валюту вкладывал, кто-то брал кредит, потому что был прогноз по росту цен. Осталось всего лишь два графика. Они интересны с точки зрения перспективы для нас с вами. Строительство и ремонт – это все, что связано с строительством и ремонтом. И эта область в интернете очень сильно выросла. И в 2015 году она будет очень сильно расти. Поэтому вам есть смысл… Возможно, вам это пригодится, если у вас есть потенциальные клиенты из этой категории. Собственно говоря, и мебель тоже. Но здесь еще произошла эволюция сознания покупателей. Люди начали больше покупать мебель в интернете, потому что раньше это вообще в принципе было не настолько принято, не настолько распространено, нежели чем в этом году. С графиками все. Пару слов на январь. Многие компании публичные еще пока не отчитались по итогам 2014 года. И из-за этого больших обзоров итогов и результатов пока еще нет. То есть они появятся в начале февраля. Собственно говоря, и так же, как, например, финансовые результаты Яндекса тоже появятся в начале февраля. Тем не менее, есть уже тенденции и тренды на основе января, о которых говорится на рынке, и бизнесы делятся своими наблюдениями. Видно, что люди стали экономить, меньше стали ходить в кино, это факт. Замечено падение продаж в магазинах. Причем интересный факт. Проходимость магазинов держится примерно на том же уровне, но продажи падают. У людей есть деньги, но они их придерживают и процесс принятия решения о покупке, он растягивается даже в таком направлении, как одежда и обувь. Ну, естественно, развитие внутреннего туризма, этот тренд будет продолжаться весь 2015 год, возможно, и дальше. Люди будут больше путешествовать, наши сограждане в Россию. И тем, кто, возможно, задумывался об аренде офиса, полезная, может быть, полезная информация, то, что стоимость аренды коммерческой недвижимости, она упала примерно на 20%. Вот такие вот тренды, которые есть по итогам января. Несмотря на то, что прогнозы пока все делают очень осторожно, потому что прогнозировать в это время очень сложно, есть несколько прогнозов, в частности, компания Акар и Goldman Sachs, они опубликовали прогноз по медиа, по развитию медиа в 2015 году. И практически для всех медиа не очень позитивный прогноз, прогноз падения продаж, кроме контекста. Контекст останется единственным с каналом рекламы, который будет продолжать расти и по прогнозам минимум на 10%. В принципе, мы это наблюдали, это действительно совпадает и с нашим видением. Мы это наблюдали и в кризис 2008 года. То, что бюджеты скорее переводятся наоборот в контекст из оффлайна, нежели чем распределяются наоборот. Просто контекст — это не только реклама, для многих рекламодателей канал продаж. Поэтому закрытие и сокращение бюджетов на контекстную рекламу — это будет означать часто сокращение просто продаж магазинов. Ну, если говорить о контекстной рекламе в целом, то Яндекс.Директ занимает среди систем контекстной рекламы 70% трафика. Про аналитику все. Сейчас будет более прикладная для вас часть, которая связана с работой непосредственно с клиентами и с различными инструментами, которые вы можете использовать. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем эволюцию изменения мышления у потребителей. Это происходит постепенно, и сейчас можно обговорить об этом наиболее явно. Если раньше рекламодатель приходил и часто говорил «Дорогой друг, вот 30 тысяч рублей, это бюджетная реклама на месяц, сделаем рекламную кампанию». Кто-нибудь встречался с таким, кто работает с рекламой, кто сталкивался с таким? Есть руки. Это, ну, в принципе, это и сейчас тоже актуально для некоторых клиентов. Тем не менее, все чаще мы слышим истории, когда приходит клиент и говорит «Дорогой друг, вот 30 тысяч рублей, что я за это получу? Какой результат может быть за эти деньги?» И важно научиться отвечать на этот вопрос достаточно точно, достаточно точно понимать для себя, какие действительно можно предлагать клиентам варианты, какие именно мы можем обещать им или, по крайней мере, надеяться на какие результаты мы можем. И эволюция мышления, она произошла по нескольким направлениям. Во-первых, переход от долгосрочности к краткосрочности. Мы заметили, что многие рекламодатели в 2014 году из марафонцев превратились в спринтеров. То есть те, кто планировал на год, на полугодие, на квартал, начали планировать на месяца. Те, кто планировал на месяц или на квартал, начали планировать понедельно. Есть такие рекламодатели, которые о бюджете на завтра только сегодня вечером скажут. Действительно, это тоже факт, потому что рынок меняется, никуда от этого не деться. И, конечно, они стали ожидать результата намного быстрее. Хочется быстрее вкладывать деньги, быстрее получать результат, не ждать этой длинной-длинной цепочки обратной связи, когда же там она дойдет и накроет. Ну и, естественно, отслеживать результаты тоже хочется. Собственно говоря, про это второе направление изменений основных, которые произошли. Это переход от покупки трафика к перформансу. Часто клиенты вот именно таким образом представляют себе влияние рекламы на продажи. Дается реклама, дальше что-то происходит, какие-то рекламные показатели, CTR, клики, конверсии, что-то там считается, и результат. Да, есть звонки, есть продажи. Ну или нет звонков, нет продаж. Такие тоже результаты, к сожалению, бывают. И здесь дело не о том, что мы не считаем эффективность. Да, мы с вами отслеживаем эффективность рекламы, смотрим на CTR, смотрим на конверсии, счетчики и так далее. Мы это делаем, к сожалению, достаточно часто в отрыве от сайта, от результатов на сайте, от конкретных продаж, от конкретных звонков. То есть есть реклама, она варится в своем собственном соку и анализируются ее собственные показатели. Собственно, вот есть процесс, если углубиться немножко вот в эту связку реклама, продажи, цепочка такая. Дается реклама, происходит переход на сайт, дальше на сайте происходят какие-то действия, в том числе происходят, возможно, покупки, возможно, будет звонок, в идеальном варианте осуществляется покупка, ну и в самом конце, как итог, возможно, самое успешное развитие событий, это повторная покупка. И казалось бы, это такая воронка, но на самом деле это нелинейная связь. И здесь очень много не хватает элементов. здесь не хватает петель обратной связи с каждого из уровней. Мы привыкли, вот первая связь первых двух уровней, она достаточно явная, многие ее используют. Есть реклама, есть переход на сайт, вот мы анализируем этот трафик. Это как раз про трафик. На самом деле можно анализировать влияние на рекламу каждого из этапов. И важно управлять рекламой, основываясь не просто на показателях именно рекламы, кликах, CTR и так далее. Важно управлять рекламой, основываясь непосредственно на том, насколько она приводит к покупкам, насколько она приводит к повторным покупкам, стимулировать эти повторные покупки, стимулировать действия на сайте и так далее. То есть это, по сути, управление рекламной компанией и real-time постоянно, чтобы компания работала таким образом, чтобы анализировать все показатели счетчика. Естественно, для того, чтобы получать и управлять такими результатами, безусловно, нужна связь с данными из счетчика на сайте. И я расскажу про четыре инструмента, которые помогают вам, собственно говоря, во всем этом. Первый инструмент — это стратегия средняя цена конверсии, так называемый CPA. Это стратегия управления ставками, которую вы настраиваете в параметрах рекламной кампании, которая позволяет приводить на сайт максимально конверсионный трафик при заданной вами же оптимальной стоимости. Естественно, это работает при связке с метрикой, при наличии настроенных целей в метрике. Есть вторая стратегия, более глубокая, ROI. Она еще пока недоступна для… Это финальный этап бета-тестирования, она проходит. В ближайшее время она появится абсолютно для всех рекламодателей. Это стратегия средницы на инвестиции в рекламу. То есть когда стратегия управления ставками работает таким образом, чтобы обеспечить максимум заказов по данной рекламной кампании по настроенным вами метрикам. Это еще более глубокий уровень. Есть дополнительные инструменты, которые позволяют вам работать и возвращать пользователей, и анализировать более конкретные результаты. Во-первых, это целевой звонок. Целевой звонок — это система, которая позволяет вам показывать рекламодателям, попавшим на сайт, разные номера телефонов. Это не только актуально для перехода с Яндекс.Директа, это можно настроить для оффлайновой рекламы. То есть, по сути, когда пользователь видит определенный звонок, и когда посетитель звонит в компанию, в отчете по звонкам видно, звонки из каких рекламных систем и из каких источников рекламы были осуществлены на сайт. То есть, по сути, это оперативное отслеживание, насколько конкретно реклама, причем разные виды рекламы, реально дают звонки. Не просто по мнению клиента, ну, вроде звонки есть. Ну, да, вроде звонят или вроде не звонят. А сколько они реально конкретно дают этих звонков, прямо непосредственно в статистике, можно это смотреть, в статистике метрики. И ретаргетинг — это инструмент, который, скажем так, работает с уже лояльной аудиторией, с той аудиторией, которая уже была на сайте вашего клиента, с той аудиторией, которая осуществила какие-то действия на сайте, например, осуществила покупку. И это как раз работа с теми людьми, которые могут осуществить повторную покупку. Безусловно, с ними важно общаться, они уже лояльны, они уже ваши клиенты. И им можно показывать какие-то особые рекламные сообщения, стимулирующие для перехода на сайт. Если вернуться к этой цепочке, то на самом деле на каждом из этапов есть инструмент, который вам в этом поможет. Для того, чтобы на рекламу влияли действия на сайте, либо заказы и звонки, есть стратегия CPA, есть целевой звонок. Для того, чтобы оценивать ROI, возврат стоимость в рекламу непосредственно на основании покупок и продаж через сайт, это стратегия ROI. И для того, чтобы дополнительно обращаться к уже лояльной аудитории, которая побывала на сайте, это ретаргетинг, который настраивается также в параметрах рекламной кампании. И следует третье, последнее направление, в котором происходит тоже сдвиг, хотя он начался намного более раньше, это переход от качества к количеству. Безусловно, как бы вы здорово не умели анализировать итоги рекламной кампании, как бы не были настроены у вас цепочки обратной связи, все равно, если не очень хорошие рекламные объявления, если они неэффективные, то это все бесполезно. И здесь основные правила, о которых я просто напомню. Казалось бы, нет ничего проще, чем дать рекламу. Есть ключевой запрос, есть какие-то тексты объявлений. На самом деле часто мы не знаем, давая очень широкие ключевые запросы, мы вообще не знаем, чего хочет пользователь, о чем он спрашивает. То есть это абсолютно на запрос фотографии выдается абсолютно три разных объявления, абсолютно из разных направлений, потому что мы не знаем, чем интересуется пользователь. Когда мы говорим о ключевом запросе фотограф, мы подразумеваем в том числе и все словоформы. Но важно помнить еще о вложенности, что если мы добавляем запрос фотограф, то показы будут абсолютно по всем фразам, которые содержат исходную. В том числе услуги фотографа, заказать фотографа, и дальше уровень вложенности, услуги фотографа Москва, услуги фотографа на свадьбу. И для заказа фотографа тоже будет вложенность. И так до бесконечности. Вложенность может быть очень большая. И намного эффективнее создавать компанию не с одним словом фотографа, а именно усовать оттуда все лишнее. А лишнего тоже может быть достаточно много. Но намного эффективнее выбирать точные запросы, составлять для них точные тексты. И в этом случае у вас, кроме того, что будет выше CTR, CTR это прямая связь со ставками. У вас и вы будете платить меньше за клик, чем вы могли бы по большим широким запросам. Мало того, да, действительно важно подобрать точные ключевые запросы. Но нужно еще и ответить на запрос пользователя точно и качественно. Вот, например, купить велосипед. Есть конкретный-конкретный запрос. Из этих объявлений одно наиболее привлекательно. Какое для вас наиболее привлекательное объявление из этих трех? Второе, третье, я слышу варианты. Да, в принципе, они действительно нам выигрывают перед первым, потому что они содержат в тексте объявления подсветку, так называемую, да, это выделение жирным шрифтом поискового запроса в тексте объявления. Есть формула хорошего текста, который показывается на поисковых площадках. Это ответ на, точный ответ на запрос пользователя, плюс указание конкурентных преимуществ непосредственно данного рекламодателя. И небольшой пример. Муж на час цена. Есть три рекламных объявления. Посмотрите на них, пожалуйста, внимательно. Какие вообще инструменты для привлечения пользовательского внимания используют эти рекламодатели? Подсветка, цена. Сниппеты расширены, совершенно верно. Да, вы имеете в виду вот это вот, да, то, что здесь гарантия один год, вызывается техника, да, безусловно. Доменное имя, да, действительно. Вот вопрос по поводу третьего объявления. А нужно вообще цену указывать? Как вы считаете? Да, вот вы совершенно верно говорите, действительно. Это очень точный ответ на запрос пользователя. То есть пользователь спрашивает цену, и он видит в тексте объявления сразу же цену на данную услугу. Можно рассказывать о разных преимуществах. Если есть какие-то условия особой доставки оплаты, рассказывайте о них. Если есть какие-то скидки, акции, рассказывайте о них. Цена на товар, действительно, это такое здорово, что у вас не возникло особых споров на эту тему, потому что часто рекламодатели боятся указывать цену в объявлении, думая, что к ним тогда не перейду, вдруг это будет слишком дорого для посетителей, он не перейдет. На самом деле это абсолютно нормально, потому что вы, по сути, потеряете только тех, кому это и так дорого. Но зачем же за них вообще платить за эти клики? Нет смысла. И использовать быстрые ссылки в виртуальную визитку. Это очень классные бесплатные инструменты, которые практически всегда дают очень сильное влияние на CTR, на дачу объявлений. Потому что, добавляя виртуальную визитку, у вас визуально рекламное объявление очень сильно расширяется. Там появляется станция метро, номер телефона, время работы, там появляются домены. Визуально, когда объявление занимает больше места, естественно, оно больше привлекает на себя внимание. Ну и третий кит, на котором держится, из которого состоит рекламное объявление, это ссылка на сайт. Конечно, она должна быть релевантной в первую очередь. То есть то, о чем вы говорите в объявлении, должно содержаться на странице перехода. Это нормально объяснимо. Здорово, конечно, когда там еще и содержится подробная информация, когда там удобная навигация, когда там есть контакты на этой же странице, какие-то дополнительные условия, которые могут быть привлекательны. Ну и ссылки на разделы, которые очень сильно связаны непосредственно с этой страницей перехода. Ну и, собственно говоря, формула хорошего объявления в результате выглядит таким образом. Это точный запрос, точный ответ на запрос пользователя, конкурентные преимущества и ссылка, которая соответствует непосредственно этому тексту объявлений. Собственно говоря, это все, о чем я вам хотела сказать. Вопросы? Да, пожалуйста. Екатерина, спасибо. А вот я хотел уточнить, вот эти новые стратегии, которые появятся, например, сейчас используется наивысшая позиция там либо в одном, либо в другом. Если я ставлю эту, я, соответственно, не использую те. И CTR, получается, я не вижу, но я его могу получить по метрике, правильно? В метрике вы не увидите CTR, но вы увидите, конечно, ну, там, конечную… Нет, переходы с директа я же увижу. Переходы с директа, безусловно. Я просто к чему? Если новую стратегию используем, то мы тогда CTR уже, ну, первые вот эту цифру, мы ее уже, получается, не меряем через… Почему? CTR вы тоже увидите в статистике рекламной компании. Понятно. Да, это тоже будет видно. Стратегия CPA, она уже сейчас открыта, а стратегия ROI, она оптимизация возврата инвестиций в рекламу, она как раз в ближайшее время появится. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо, коллеги. Приятного аппетита. Спасибо. 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 Спасибо.